Спринт Конечно, мечта любого профессионального спортсмена – участвовать в Олимпийских играх. Среди коротких дистанций на Олимпиаде представлены бег на 100, 200, 400 метров и эстафета 4 на 100 и 4 на 400 метров у мужчин и у женщин. Самой престижной является дистанция в 100 метров, на которой определяется быстрейший человек в мире. На Олимпиаде 2016 года им стал Усейн Болт из Ямайки. Его мировой рекорд в беге на 100 метров – 9,58 секунд. Усейн Болт 8 раз выигрывал на Олимпийских играх и 11 на чемпионатах мира. На летних Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро в Бразилии, участвовали около 12 тысяч спортсменов из 207 стран мира. Были разыграны 306 комплектов наград, из которых 47 – в легкой атлетике. Но, к сожалению, российские атлеты побороться за эти медали не смогли. Дело в том, что из-за допингового скандала русские представители легкой атлетики не были допущены к соревнованиям. Исключением стала только Дарья Клишина, участвующая в прыжках в длину. Но многие спортсмены из России, представляющие другие дисциплины, показали на Олимпиаде поистине выдающиеся результаты. У бега на короткие дистанции есть три составляющие. Рассмотрим их на примере бега на 100 метров. Стартовый разгон – это первая часть бега, во время которой спортсмен достигает своей максимальной скорости. Причем интересно, что чем профессиональнее спортсмен, тем больше этот период у него займет по расстоянию. В среднем стартовый разгон равен 30 метрам, а у более опытных спортсменов – до 60 метров. В период достижения максимальной скорости бегун сохраняет от 90 до 95% от своей максимальной скорости. Снижение скорости к финишу обычно начинается за 20-30 метров до финиша. Даже у олимпийских чемпионов-бегунов к концу дистанции немного уменьшается скорость. Главное – стремиться, чтобы снижение не было критичным. Бег на 30 и на 60 метров не представлен на Олимпийских играх. Однако эти дисциплины являются базовым компонентом школьной программы. Они позволяют развить скоростно-силовые качества учащихся. На коротких дистанциях обычно распространен низкий старт. Интересно, что такая техника была заимствована спортсменами у кенгуру. Низкий старт позволяет бегунам после команды мгновенно выбрасывать тело вперед. Сразу освоить технику низкого старта школьникам будет сложно. Поэтому они часто начинают забеги с высокого старта. Эстафетный бег является важным видом бега в легкой атлетике. В нем результат достигается с помощью не индивидуальных, а командных усилий. Обычно в таком забеге участвуют 4 спортсмена, которые распределяются по всей длине круга перед стартом. Во время бега атлеты передают друг другу эстафетную палочку. Бег на короткие дистанции требует особой выносливости и координации. Развить в себе эти качества помогут специальные беговые упражнения. Давайте разучим некоторые из них. В упражнении выпрыгивания с ноги на ногу необходимо делать бодрые, подскакивающие движения то на одной ноге, то на другой. Бег с высоким подниманием бедер – неотъемлемое упражнение для бегуна. Бег с захлестыванием голени назад развивает гибкость и силу ног. Для развития координации и ловкости выполняется бег спиной назад. Эффективным упражнением для растяжки мышц ног является упражнение «мельница». Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Наклонитесь вниз и дотроньтесь правой рукой до левой лодыжки. Встаньте и теперь наклонитесь левой рукой до правой лодыжки. Повторите упражнение 10 раз. Конечно же, бег требует определенных знаний и умений. Но это еще не все. Каждому бегуну следует освоить правила техники безопасности. Давайте изучим основные из них. Эти простые правила позволят вам избежать травм во время занятия бегом. Перед бегом на короткие дистанции необходимо обязательно провести разминку и выполнить специальные беговые упражнения. Перед началом бега нужно проверить маршрут и при необходимости очистить путь от посторонних предметов. Проводить бег с изменением направления движения не рекомендуется. Каждый атлет во время короткой дистанции должен бежать только по своей дорожке. Нельзя резко останавливаться после финиша. Нужно постепенно снижать темп. Продолжайте бежать после финиша еще около 15 метров. Большое внимание следует уделить обуви для бега. Необходимо приобрести кроссовки с мягкой рельефной подошвой. Они улучшают сцепление с поверхностью. Перед стартом обязательно проверьте шнуровку. Обувь должна быть хорошо зафиксирована на ноге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова